Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Возобновление индексации выплат работающим пенсионерам потребует 200 миллиардов рублей, как передают известия. По оценке рейтингового агентства Экспертра, на возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам понадобится примерно 200 миллиардов рублей в год. В виде трансфертов в бюджет ПФР. Как пояснил главный экономист агентства Антон Тэбах, в обоснованиях к уже существующим законопроектам указывается цифра в 184 миллиардах рублей, но она нуждается в уточнении. При возобновлении индексации часть работников перестанет скрывать свою занятость или уходить на специальные режимы. Поэтому, с одной стороны, вырастут потенциальные выплаты, с другой, от них будут поступать взносы, что скажется на доходах ПФР. В итоге чистые дополнительные расходы составят ближе к 200 миллиардам в год, заявил Антон Тэбах. Напомним, что во вторник 6 октября, после встречи с главами политических фракций в Государственной Думе, президент поручил правительству проработать вопрос о возобновлении индексации пенсии работающим пенсионерам, что отвечало бы задачи социальной справедливости. Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Соответствующее решение было принято из-за перманентной проблемы дефицита Пенсионного фонда России, который компенсируется за счет трансфертов из федерального бюджета. За прошедшие с этого момента время, оппозиционные думские партии и некоторые сенаторы неоднократно вносили законопроекты о возобновлении индексации пенсионерам, которые продолжают трудиться. Однако поддержки не большинства депутатов, ни правительство эти инициативы не имели. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и, самое главное, подпишитесь на блог юридической помощи.